Темно, идет стрельба, мигают лампы. Все как в желтой или даже в красной, самой опасной зоне боевых действий. В условиях, максимально приближенным к реальным полевым, санинструкторы отрабатывают навыки тактической медицины, то есть приема оказания первой помощи раненому. К такому обучению Барнаульский медицинский колледж приступил практически сразу после начала военной спецоперации. Мы консультировались с экспертами из Росгвардии, которые прошли боевые действия. Сейчас мы с ними активно работаем. Это представители отряда СОБР, которые сначала у нас проходили обучение по первой помощи, когда их туда направляли. Они некоторое время были в зоне специальной военной операции. Сейчас уже мы их привлекаем для обучения наших студентов в рамках вот этих профессиональных навыков. Правильно наложить жгут, остановить кровотечение и эвакуировать раненого с поля боя. Эти навыки на базе симуляционного центра колледжа санинструкторы отрабатывают регулярно. Здесь же учатся ставить внутримышечные и внутривенные уколы. Но о внутрикосном виде инъекции до сих пор знали только в теории. Теперь же технологией можно овладеть на практике. Оценив возможности симуляционного центра во время визита, депутат Госдумы Александр Прокопьев пополнил его фонд специальным тренажером для внутрикосного введения препаратов. Я вам этот тренажер, по сути, не только канюли, тренажеры передаю. Надеюсь, он вам пригодится, будете тренироваться на нем. Успехов вам! Канюли отечественного производства применяют при обширных ранениях грудной клетки, брюшной полости, ожогах большой площади. С помощью устройства лекарство вводят в кости и уже через 10 секунд она попадает в кровеносную систему. Это инновационное изделие. Даже одна такая канюля дает возможность даже самого тяжело раненого бойца, что называется, дотянуть до госпиталя, где есть все необходимые условия для оказания ему врачебной помощи. И это, конечно, увеличивает шансы для спасения жизни. Внутрикосное введение лекарств применяют и в гражданской жизни при чрезвычайных ситуациях или критических состояниях, когда нет возможности поставить укол иным способом. Так, преподаватель медколледжа, практикующий врач Барнаульской станции скорой помощи Анна Галахова, однажды, благодаря инновационной канюле, помогла пациенту с обширным инфарктом миокарда. Давление было настолько низким, что мы не могли его с фельдшером вдвоем прослушать вообще никакими методами. Порядка 5-10 минут мы пытались подколоться в вену, но у нас это все было безрезультатно, так как все вены спались из-за низкого давления. И мы решили, что вот это тот момент, когда нам нужно применить внутрикосный доступ. После лечения, через две недели, пациент был выписан домой с выздоровлением. Обучать манипуляциям с внутрикосными канюлями студентов медколледжа, прежде всего санитарных инструкторов, начнут в ближайшее время. Практическую пользу от новых знаний молодые медики осознают. Умения, которые помогают спасти жизни, говорят они, самые ценные. Ирина Корчегина, Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.